всем привет вы на канале тихая охота сегодня 2 января я вышел грибы поснимать посмотрим что есть первые находки вот фламмулина эластика раскопал из-под снега грибы они практически полностью белые такие с грязноватым оттенком зимовали под снегом они были вообще очень маленькие вот эти грибочки я их в декабре снимал маленько вот подросли и что странное прямо под снегом росли похоже потому что таких прям оттепелей сильных больших не было снег маленько подтаивал до плюс 1 плюс 2 сегодня вот вот они из-за того что под снегом на свету они не росли шляпку отломил вот они светлые следующий гриб который мне встретился это аурикулярия уховидная я его столько раз уже показывал и рассказывал про него что даже не знаю стоит ли про него говорить вообще рассказывать ну да ладно вдруг кто-то первый раз смотрит аурикулярия уховидная или черный древесный гриб муэр хай муэр по-китайски это с китайского перевод черный древесный гриб муэр по-японски кикюраги переводится как древесная медуза иодина уха культура употребления этого гриба к нам пришла из из азии из китая японии корей гриб этот там едят без предварительного отваривания в свежем виде добавляют салаты и в общем-то я его так ел делал с ним салаты салаты добавлял самое простое я уже рассказывал это растительное масло лук соль порезать перемешать его с луком гриб съедобный на по вкусу он напоминает хрящ безвкусный практически не пахнет иммунно модулирующий гриб оказывает благотворное влияние на пищеварительную систему гриб этот любит прохладные влажные сезоны очень хорошо растет в зимние оттепели весна осень может и летом расти когда лето дождливая прохладная в частности я его находил например в июне когда наступила летняя засуха и жара он постепенно просто высох кстати в замороженном виде или в засушенном его можно домой взять размочить и он примет форму свою первоначальную также как и фламмулина а вот там он друзья фламмулина бархатистоножковая выросла я не знаю может кто уже разглядел кто-то нет вон он вот 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 фламулина бархатистоножковая фламулина велютипис были морозы вот сейчас оттепель грибы отошли от мороза сейчас эти грибочки заберу так вот аккуратненько кстати на чем они выросли это верба бархатистая ножка прям под самую шляпку вот она темно-коричневая почти черная ножки вот эти все я потом обрежу они несъедобны они очень очень жесткие вот это друзья трутовик вот этот из дедолепсисов до вида я попробую определить позже и вот здесь вот или вот здесь сделаю надпись с названием этого гриба вот один грибок я отломил вот они снизу гиминофор вот такой вот он сверху предположительно этот дедолепсис долепсис северный в общем то скорее всего это он потому что гиминофор его поверхность шляпки тоже вроде такая растет он дело в том что на иве и ольхе и вот это как раз его я дерево вот она вот так вот росло дедолепсис северный тут же рядом вот здесь аурикулярия извилистая выросла гриб считается условно съедобным я даже слышал что его употребляют некоторые грибники я его пробовал свежем виде вот эта часть у него не съедобная сверху снизу вот это вот все вполне съедобная по вкусу такое же как и аурикулярия уховидная в общем то идентичный вкус практически если только вот это вот снять аурикулярия извилистая вот они выросли здесь а вот друзья еще аурикулярия уховидная вот эти вот грибы крупные можно их забрать предыдущие были мелкие вот этот изъеденный оставим вот такие такие крупные чочки можно позабирать хотя вот этот тоже кем-то поеденный вот вот эти три заберем все эти кто-то ел вот прям капитально тут же иксидия чернеющая вот она она такая тут какая-то подмороженная подсушенная вот здесь вот видно что отходит грибок сейчас ракурс попробуем выбрать получше вот она такой желатинистый гриб оксидия черняющая я не знаю на чем она выросла тут даже коры уже нет просто мертвое дерево вот друзья трудовик настоящий крупный экземплярчик большой я знаю что я показывал уже эти трудовики но сейчас уже новый год 2021 поэтому грибы уже на следующий год уже можно показывать все то же самое что было в прошлом году я думаю надо с чего-то начинать гиминофор вот такой у него серый светло-серый смешком покрыт хороший крупный экземпляр такие трудовики настоящие трудовик настоящего такого размера я думаю редко можно встретить вот еще друзья аурикулярия извилистая тут их вот много наросло вот они сверху такой вроде да невзрачный некрасивый а снизу просто красавец ну маленькие они всегда такие симпатично выглядят вот это друзья трудовик ложный обожженный трудовик ложный именно тот вид который растет на ивовых деревьях потому что их много видов есть например ложный трудовик дубовый который растет на дубах я не знаю почему их разделили на разные виды потому что они очень похожи ну скорее всего у них разные споры а возможно и генетика поэтому так а вот это друзья колоцера роговидная уж что что а этот гриб я не ожидал встретить зимой я вообще даже не знал что он может расти в зимние оттепели такой вот желатинистый гриб эти мелкие грибы я до этого находил более крупные растет он на мертвой древесине этот гриб это древесный гриб колоцера роговидная гриб несъедобен по итальянским источникам он даже считается что может вызвать желудочно-кишечную интоксикацию ну в общем то этот гриб ну может конечно и крупнее вырасти раза в два где то но дело в том что я даже не представляю что кому то может прийти в голову есть его вот это друзья щелелистник уховидной гриб несъедобен но эти вообще мелкие он бывает покрупнее конечно так знаете ли раз в пять крупнее попадались мне но эти были очень даже мелкие это отломил ветку с ним растет вот он вот они вот эти прям очень маленькие я в декабре покрупнее встречал намного ну как бы холодно сейчас они не успевают вырасти покрупнее а вот фламулина эластика но это старые грибы я их снимал в декабре в прошлом году получается тут были молодые я их тогда забрал а эти уже были старые они отспоровали и поэтому они просто ну им осталось только вот сгните все они уже как бы свое отработали а вот рядом фламулина эластика вот молоденький хопа вот вот бархатистая ножка внизу у эластики ножка никогда не бывает бархатистой под самую под самую шляпку в отличие от велютепис вот она желтенькая и в общем то я их всегда в основном нахожу на на мертвой древесине еловых пород деревьев либо на погибающих вот так вот еще ушко в регулярия люди на ухо вот они вот еще эти прям такие красивые прям как для фото очень подойдут а вот друзья еще проверил одну вербу старую сухую вот фламулина эластика выросла прямо ее подножие ножка светлая потому что грибы росли под корой цвет их не доставал вот так а шляпки уже успели солнечный свет большинство получить поэтому уже ржеватые но есть вот белые тут же вот я это дерево обошел и здесь еще вот семейка фламулина эластика так оставить я думаю остальные вот эти грибы подрастать пускай вырастают тут вот еще торчит маленький рядом ну и конечно же друзья вешенка вот она подросли грибочки я их оставлял здесь в декабре они были маленькие и вот здесь вот тут я срезал один и вот рядом маленькие лезут вешенка обыкновенная или вешенка устричная многие даже насколько слышал бывает такое даже ну ввиду того что видят вешенку только из магазина и когда находят вот так вот в природе дикую вешенку то даже сомневаются она это или нет он еще вешенка вот еще друзья вешенка я помню в том году когда снега не было такие красивые фотки получились из этой вешенки и вот два кустика сейчас они не так красиво выглядят но грибы пережили морозы вот еще мелкие грибы они вырастут будет тепло они вырастут подождут и вырастут и кстати здесь же на этой валежнике появилась фламулина вот они полезли грибы с одного это я шляпку отломил случайно будет фламулина здесь тоже вот друзья трутовик плоский этот этот плоский трутовик вырос на вербе на ослабленной живой вербе буквально еще в прошлом году вот этот ствол был в вертикальном положении но он до декабря еще обломился упал а вот этот еще пока держится он держится и держится на нем трутовики вот трутовик плоский вот еще вот у него светлый гименофор гриб художника я могу вам показать даже вот можно вот так вот на нем рисовать палочками трутовик плоский гриб художника ганодермоапланатум вот это друзья трутовик дымчатый он на ощупь такой как резиновый упругий такой вот довольно таки симпатичный гриб трутовик дымчатый здесь вот пониже еще есть вот такой вот итог друзья но это была грибная разведка аурикулярии уховидной было много мне попадалось их довольно таки много много извилистой аурикулярии зимних опят мало вот в частности фламулина бархатистоножковая велютипес фламулина вот это то что пережило морозы вот они разморозились и вот почти как свежие вот эластика подросло маленько грибочков немножко вешенки выросла вот вот такой вот итог иудина ухо фламулина велютипес бархатистоножковая фламулина эластика и вешенка обыкновенная устричная все даже паука жил отправлю его зимовать он на ветку ползет по снегу вот так всем удачной тихой охоты пока вешенка 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 что